Два человека погибли вместо машины грудометалла. Страшная авария на Тамбовской трассе. Кадеты заступают на пост номер один. В Воронеже возрождают давнюю традицию почетных караулов у памятника славы. Стоянка без проблем. В Воронеже идет установка велопарковок. Здравствуйте, новости 24 в эфире. Шансов выжить не было. Два человека, мужчина и женщина погибли в аварии на Тамбовской трассе. Это произошло сегодня в половине седьмого утра. На въезде в город столкнулись КамАЗ и легковушка. Выжить в таком ДТП было бы невероятным чудом. На 11-м километре автодороги Воронеж-Тамбов столкнулись КамАЗ и Ауди-100. В иномарке было два человека. Пассажирка находилась на заднем сидении, но это молодую женщину не спасло. Два человека погибли. Водитель 84-го года рождения житель Воронежа и пассажир 86-го года рождения также житель Воронежа. По данному факту проводится проверка, устанавливались причины данного транспортного происшествия. Но уже сейчас можно представить, как случилась эта авария. КамАЗ выезжал из Воронежа. Легковушка, наоборот, двигалась в сторону города. По предварительной версии водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную. Со слова водителя КамАЗа Ауди развернуло и понесло на встречную полосу. Водитель КамАЗа пытался избежать столкновения. Ударился в парапет справа, но избежать столкновения удалось. Шофер грузовика, кстати, почти ровесник погибших, от комментариев отказался. После случившегося мужчина явно находился в шоковом состоянии. Наталья Ломова, Евгений Немцев, Новости 24. Воронеж простился с известным писателем, почетным гражданином нашего города Юрием Гончаровым. Читателем он известен по таким произведениям, как «Дезертир» в 41-м, «Повесть о ровеснике» и многим другим. В конце этого года Юрию Даниловичу исполнилось бы 90 лет. Его называли одним из лучших писателей 20-го столетия. Известный прозаик, фронтовик. Он написал более 30 произведений. Пройдя войну, Гончаров пронес эту тему сквозь все свое творчество. Юрий Данилович Гончаров в своих произведениях о нашем городе, о боях, которые здесь шли, сумел сказать не только о героизме воронежцев, но и сумел сказать горькую правду о том, как все это происходило. Соратники Гончарова по литературному цеху рассказали, что его творческий путь не был усыпан розами. Достаточно часто ему приходилось буквально отвоевывать право на жизнь своих произведений. Юрия Гончарова похоронили сегодня на Коминтерновском кладбище, как он хотел, рядом с мамой. Ольга Шаповалова, Александр Федоров, Новости 24. Благодарственные письма и именные часы от губернатора получили четверо спасателей Новоусманской пожарной части. Награду за спасение сразу троих детей глава области вручил лично. Алексей Гордеев сдержал обещание, которое дал в своем блоге после недавнего пожара в Новоусманском районе. 14 февраля спасатели вынесли из горящего дома троих детей. Этот поступок губернатор назвал геройским и во время своего рабочего визита в район не применул воспользоваться случаем, чтобы лично отблагодарить настоящих мужчин. В тот же день Алексей Гордеев посетил Воронежский завод минерального порошка. Предприятие, можно сказать, борется с бездорожьем, выпускает специальные добавки для асфальтно-бетонных смесей, которые делают дорожное покрытие значительно прочнее и устойчивее к влаге и перепадам температуры. Наши воронежские изобретатели, их патент, построили завод, кредит Сбербанка. Завод единственный пока в стране с применением нанотехнологий. То есть это очень перспективная вещь. Побывал губернатор и в индустриальном парке в селе Бобяково. На 146 гектарах уже есть необходимая инфраструктура. Предполагается, что со временем здесь будет два логистических комплекса, мебельная цеха, строительное производство и многое другое. Всего на предприятиях парка планируется создать более 4,5 тысяч рабочих мест. Видно, что у тех бизнесменов, которые этот проект затеяли, есть уверенность в реализации. Наша задача это поддержать. Ряд рабочих моментов Алексей Гордеев обсудил и за главой Новоусманского района Владимиром Чернышевым. На первом месте реконструкция районного дворца культуры. На это нужно 50 миллионов рублей. Но губернатор пообещал посодействовать. Оксана Крамарева, Александр Федоров, Новости 24. В Воронеже начались торжества, посвященные Дню защитника Отечества. И первым делом сегодня вспомнили тех, кто не пожалел ради отчизны своей жизни. Церемония возложения венков на площади Победы началась ровно в 11. К могиле неизвестного солдата подходят сначала первые лица области и города, за ними и ветераны, и военнослужащие. Почтить память павших защитников пришли и простые горожане. Цветы возлагали сегодня у памятника Славы на Чижовском плацдарме. Без внимания не осталось ни одно воинское захоронение. Чуть позже в Театре оперы и балета состоялся праздничный концерт, а в Доме офицеров на проспекте Революции заключительный гала-концерт в фестивале «Солдатская патриотическая песня». Завтра к вечному огню у памятника Славы встанут часовые. Почетный караул будут нести воспитанники кадетской школы имени Суворова. Там решили возродить давнюю традицию, по которой воронежские школьники изо дни в день несли вахту памяти. Шаг ровнее, голову не опускать, держать строй. Командиры и на репетиции требуют, чтобы все было идеально. Ведь отряд по стану номер один – это как часовые у Кремля. Кадеты понимают, ошибиться на вахте памяти нельзя. Не для того они сюда стремились. К празднику 23 февраля имеет особый смысл состоять в почетном карауле у памятника Славы в городе Воронеже. Это ответственно, почетно, само по себе, красиво. Как и в былые времена, право стать часовым почетного караула надо заслужить. В отряд по стану номер один всегда отбирали только лучших. Подбираем по росту, подбираем, соответственно, чтобы хорошо учились, подготовленные были. Ну и строевой шаг, чтобы отработали на это. Тем, кто в кадетской школе входит в знаменную группу, немного проще. Навыки уже есть. Остальным пришлось как следует готовиться. Ведь на посту номер один ребятам придется стоять неподвижно по 20 минут, не обращая внимания ни на прохожих, ни на капризы погоды. Правда, пока вахта памяти рассчитана не на весь день. Пока, да, пока по два часа, потому что менять их особо, в общем-то, некем. Поэтому ребята должны привыкнуть к этому. Поэтому постепенно, конечно, будем наращивать, скажем, и время. Есть такое желание, да, объять не только патриотические клубы, но и школы, которые изъявят желание. Кроме желания, говорят организаторы, должны быть и возможности. Форму, к примеру, в советские годы школьникам выдавали. Сейчас с этим нет проблем, пожалуй, только у кадетов. Эти ребята уже готовы заступать в караул. Первый развод завтра в 11 часов. Анастасия Ромакова, Евгений Адамов, Новости 24. Завтра на 10 часов утра намечено торжественное возложение венков к памятнику Черняховскому. В связи с этим движение на улице Кольцовской на этом участке будет перекрыто с 9.30 до 10.30. А вечером с 19.45 на полчаса перекроют движение транспорта по Чернавскому мосту и Дамбе. Это связано с проведением салюта, посвященного Дню Защитника Отечества. Он начнется ровно в 8. Предприниматели протестуют против установки ограждения у центрального рынка. Сегодня утром самые активные пришли к мэрии, чтобы встретиться с главой города. Сергей Калиух вышел к собравшимся. Мэр напомнил людям, что на предыдущей встрече с инициативной группой была достигнута договоренность. Подписано четырехстороннее соглашение по которому. Абсолютное большинство предпринимателей на время реконструкции переезжает в здание по соседству. А в середине февраля территория рынка огораживается. С 11 марта уже начинаются работы. Сейчас, кстати, проект реконструкции обновляют. Предполагается не только увеличение числа торговых мест, но и организация под территорией рынка двухуровневой парковки. Глава города просил не препятствовать проведению подготовительных работ, а все спорные вопросы решать на следующей встрече в ближайшие дни. Штраф 10 тысяч рублей. Так решено наказать Борисоглебскую центральную районную больницу за массовое заболевание детей гепатитом А. Вспышка вирусного гепатита, напомним, произошла в конце прошлого, начале текущего года. В период с 29 декабря по 19 января в Борисоглебске было зарегистрировано 14 случаев. В восьми из них болезнь подкосила несовершеннолетних. Школьники заболели первыми, от них заразились и родственники. Девять человек в состоянии средней тяжести доставили в районную больницу. Внеплановая прокурорская проверка показала, после первого случая заражения гепатитом, в Борисоглебской ЦРБ не предприняли ничего, чтобы предотвратить распространение вируса. За допущенные нарушения на больницу наложен штраф 10 тысяч рублей. Ребенок, которого порезала собственная мать, выписан из больницы. Пятилетнего мальчика с восемью ножевыми ранениями в грудь привезли в Воронеж из Павловского района. Это там, напомню, произошел жуткий случай, когда молодая женщина накинулась с ножом на своих сыновей. В ночь на 25 января молодая мать вернулась домой под шофе, напала на детей и, изранив обоих, попыталась покончить с собой. Трехлетний ребенок умер во время операции. Старшего перевезли в Воронежскую областную детскую больницу. Реанимация, потом отделение общей хирургии. Ребенка выписали спустя почти месяц. Впереди длительный период восстановления. А в отношении матери возбуждено уголовное дело. Обвинительный приговор бывшему вице-спикеру Ублдумы оставили без изменения. Так что ближайшие пять лет Сергей Жуков все же проведет за решеткой. Такое наказание, напомню, вынес Ленинский суд, признав Жукова виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 26-летней Марины Широновой. Судом и следствием было установлено, что именно Сергей Жуков в августе 2011 года надел женский парик и солнцезащитные очки. Выследил девушку после работы и на глазах прохожих преснул ей в лицо серной кислотой. Мотив – желание отомстить Марине за давний земельный спор с его супругой. Однако сам посудимый свою вину так и не признал. Суды отжалованы, потому что все это надумано, все это придумано, все выводы, которые были сделаны в суду, они все переначены или перевораны. Областной суд вынесенный приговор пять лет лишения свободы оставил без изменения. 21 февраля он вступил в законную силу. Для некоторых водителей общение с инспекторами ДПС сегодня стало исключительно приятным. В преддверии Дня защитника Отечества в ГИБДД подготовили для автомобилистов подарки. Вручали их и на улицах Воронежа, и на трассе за городом. Мы желаем вам удачи на дорогах, соблюдения правил дорожного движения и поздравляем вас с днадцатым февраля. Остановившись по взмаху жезла, водители выходили из машин с документами в руках, но здесь они были не нужны. Девушки-инспекторы ДПС вправа даже не заглядывали, сразу вручали подарки. Автовладельцы, принимая ароматизаторы, не скрывали удивления и улыбок. Необычно, редко такое у нас бывает. Ну, душе это приятно, конечно, человеку. Уже дорога веселее идет. Попала, как говорится, под раздачу и женщина-водитель. Ольга Башкардина смущена с днем. Защитника Отечества ее еще не поздравляли. Меня, конечно, первый раз. Я-то как бы не мужчина. Тем водителям, у кого есть дети, вручали светоотражатели. Поздравляя с наступающим праздником, инспекторы хотели лишний раз напомнить о правилах безопасности на дорогах. Приобретать, если еще не приобрели детские удерживающие устройства, это снижает тяжественное средство предотвращения. К сожалению, в наше мирное время гибнет очень много людей на дорогах, поэтому мы сегодня не только поздравляем водителей, мужчин с наступающим праздником, но и просим их соблюдать правила дорожного движения, так как ответственность за жизнь и здоровье их близких и родных лежит на их плечах. За час девушки-инспекторы поздравили десятки автомобилистов. Водители в ответ говорили, такая пропаганда – действеннее любых штрафов. Наталья Ломова, Евгений Немцев, Новости 24. Любители езды на велосипеде теперь могут оставлять своих педальных коней на улице, не беспокоясь за их сохранность. Это стало возможным благодаря установленным велопарковкам, пока они в основном размещаются в центре города. Игорь Титов уже два года передвигается по городу только на велосипеде. В результате он не стоит в привычных для автолюбителей пробках и, более того, поддерживает свою физическую форму. За это время молодой человек столкнулся только с одной проблемой – негде оставить велосипед. Я вынужден был пристегивать к деревьям, хотя вот, если посмотреть, не все деревья позволяют это сделать, просто некоторые большие, к столбам, ну, я считаю, не очень удобно. Так родилась идея установить велопарковки. Первые из них появились в начале февраля. Для начала упор делался на места большого скопления людей – университет, стадион, магазины. К такой велопарковке может припарковаться любой желающий велосипедист. Подъехал, пристегнул своего железного коня и можешь идти в кино, по магазинам или в офис. Места для установки велопарковок выбирали сами воронежцы. Для этого на различных сайтах в интернете была размещена информация о задумке. Идею поддержали многие. Приезжаешь, допустим, к магазину какому-нибудь, а велосипед нигде не оставишь. А так приехал, пристегнул и беспокоен. К сегодняшнему дню в центре города появилось 10 велопарковок. В ближайшее время их количество должно увеличиться до 30 и к концу года – до 100. Ольга Шаповалова, Александр Федоров, Новости 24. Новости 24. Новости 24. Далее в нашей программе депутатский журнал «Куда пойти учиться», а в 20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман «Разоблачение». А прямо сейчас прогноз погоды от РЕН-ТВ «Воронеж». Не знаю чем путь. Нет, claims нужноal.